Виктор Ковалев не просто фотограф, скорее художник. Глядя на его работы, кажется, что такой красоты в реальной жизни просто не может быть. Это больше похоже на умелые взмахи кистью. Но стоит присмотреться и понимаешь, перед тобою фотография. Выставка Виктора Ковалева открылась в новой галерее художественного музея. Автор перед публикой немного смущался и признался, что чувствует себя перед зрителем будто голым. Каждый зритель является критиканом. То ли нравится, то ли не нравится. Я здесь показываю свое нутро. Каждый художник, выставляя сам себе режиссер, начиная от сюжета и кончая оформлением, это все должен продумать сам. Виктор Ковалев занимается фотографией с юношества. Детство его прошло в Шуе, а потом он переехал вместе с семьей в Иркуту и вернулся на родину лишь в 2012 году. Пейзажей севера практически не представлено, зато много Шуи и ее окрестностей. Этой фотографии уже полвека. Девочки на пруду стирают белье. Здесь 12-летняя Таня, двоюродная сестра фотографа. Теперь она Татьяна Вениаминовна. Я прямо так удивилась, даже, знаете, сразу все как-то вспомнилась до слез. На самом деле, вот это детство, дети этого детства сейчас не знают. Мы все лето босоногие, мы в лесу, лес рядом, пруд. Вот это, знаешь, с утра какие-то там наши детские забавы, потом, значит, родители скажут, надо что-то постирать. Мы все на пруд. Вот это, конечно, ну просто здорово. Дети и старики – главные герои портретов Виктора Ковалева. Ему нравится изображать именно эти этапы человеческой жизни. Человек, когда еще маленький, в нем много непосредственности. Вот. Человек, который пожилой, уже на лице есть какая-то, есть ярко выраженный характер. Вот поэтому мне так вот и нравится снимать. И такого вот малышей, а, кстати, здесь дочери, дочь. Вот эта вот Маринка, это дочь ей 9 месяцев. Да. Вот. Ну и потом люди, которые вот в возрасте пожилые, они уже как бы с характером. А еще у фотографов очень много пейзажей и натюрмортов. Как настоящий провинциал, он предан родному краю с его розовыми рассветами и медовыми закатами. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.